В редакции самый маленький срок, у меня всего 18 недель, это 4,5 месяца. Мы еще не знаем, кто у нас будет. Надеемся, что будет девочка. Ну, если будет мальчик, мы тоже не расстроимся. Пока я не знаю, кто будет, я не могу даже имя придумать ребенку. Мы с мужем в полном отчаянии в этом плане. Мне хочется что-то такое и красивое, и чтобы не совсем уж какое-нибудь экзотическое было. С первым ребенком было намного проще. Как только мы узнали, что у нас будет мальчик, мы придумали ему имя Григорий. Оно мне нравилось с детства. Со вторым ребенком я даже не знаю, кто будет и как его звать. Пока называю Лялей. Мой сын уверен, что это будет девочка, он называет его малышкой. И постоянно маму его живот это обнимает, пытается общаться с ребенком. Хотя его этому никто не учил. Ну, погладь живот, давай, сынок, как ты гладишь живот. Вот. Когда я лежала с первым ребенком в роддоме на сохранении, нам категорически запрещали врачи гладить животы. Они утверждали, что от этого могут начаться преждевременные роды. Но мой опыт показал, что нифига, хоть загладь его, он раньше времени не родится. Ну и наоборот, все врачи рекомендуют и поглаживать животик, чтобы ребенок чувствовал, что мама с ним, и разговаривать, и песенки ему петь, и сказки рассказывала первому ребенку. А второму обделяешь второму? А второму я и первому рассказываю, теперь получается одновременно второму. Экономишь? Да, это экономия.